Здравствуйте! Вы смотрите новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Бойцы сил АТО вошли в Авдеевку Донецкой области. Об этом сообщили местные жители. Город находится в 6 километрах от Донецка. По информации очевидцев, оставшиеся боевики спасаются бегством. В целом ситуация в зоне АТО сложная. Террористы провели жесткие контратаки в районе Саулмогилы, ранее занятой украинскими силовиками. Сепаратисты готовятся к обороне Первомайска, Алчевска, Стаханово. Здесь они оборудуют укрепления. Сюда прибывает техника и вооружение. Проводится насильственная мобилизация местных жителей. А на освобожденных территориях Донбасса боевики продолжают деятельность диверсионно-разведывательных групп. Артиллерия сил АТО совершила 5 огневых ударов по позициям террористов вне населенных пунктов. Уничтожено значительное количество живой силы и вооружения боевиков. Авиация сил АТО совершила 10 вылетов. Из них 4 армейская авиация. Российский солдат Михаил Чугунов в соцсети показал фотографию установок «Град» с подписью «Градами в Украину». Михаил Чугунов посещал свою страницу 29 июля. Последняя запись сделана 14 июля. Солдат сообщил, что с товарищами находятся в городе Миллерово Ростовской области. Это в 20 километрах от украинской границы. Также он поделился со своими подписчиками фотографии самолета Ил-76, который предназначен для перевозки машин и людей на границу. Напомню, силы АТО уже несколько раз были обстреляны с территории России, а США предъявили фотодоказательства ведения огня федеративными войсками по территории Украины. Боевики ожидают подкрепления из России. Руководители террористических группировок планируют получить помощь из Российской Федерации не только по линии Минобороны и спецслужб, но и от неправительственных формирований. Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. По его словам, в Свердловске боевики формируют колонну военной техники для отправки в Снежное и Ровеньки. Руководство террористов ожидает прибытия из Федерации усиления так называемого Всевеликого войска Донского. В то же время значительное количество сепаратистов из числа местного населения собирается покинуть территорию Украины. В районе Перевальска зафиксировано формирование колонны с боевиками членами их семьи, которые готовятся выехать в Россию, отмечает Дмитрий Тымчук. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким мэра Кременчуга Олега Бабаева. В памяти всех, кто знал и работал вместе с Олегом Медановичем, он останется профессионалом. Человеком, который верно служил своему городу и Украине, отметил глава государства. Напомню, мэра Кременчуга Олега Бабаева застрелили возле его дома утром 26 июля. Убийство квалифицировано как заказное. В настоящее время проводят допрос свидетелей, назначены 13 экспертиз от баллистической до генетической. Арсений Яценюк призывает депутатов принять четверг изменения в госбюджет. В противном случае премьер-министр обещает выделить средства для нужд армии без согласия народных избранников. Арсений Яценюк отметил, проводится активная работа с депутатами, чтобы законопроекты, предложенные правительством, прошли в Раде. Премьер лично обзванивает депутатов, которые могут отдать свой голос. От их решения зависит не только успешное продолжение АТО, но и финансовая стабильность страны. По словам премьера, из-за бездействия депутатов в экономику Украины не может попасть полтора миллиарда долларов от МВФ и Всемирного банка. США предоставят Украине 7 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры на востоке страны. Об этом вице-президент США Джозеф Байден сообщил в телефонном разговоре с премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Эти средства планируется также потратить на закупку медикаментов для помощи Красному Кресту и миссии ООН по делам беженцев. Напомню, ранее Арсений Яценюк отметил, что восстановление инфраструктуры Донбасса будет стоить более 8 миллиардов гривен. Соединенные Штаты планируют принять новые экономические санкции против России уже на нынешней неделе. Об этом на брифинге заявил советник президента США по нацбезопасности Тони Блинкен. По его словам, введенные ранее ограничения нанесли ущерб российской экономике, но, несмотря на это, Москва продолжает оказывать поддержку боевикам. Россия увеличила поставки тяжелого вооружения через границу. Мы наблюдали конвои танков, реактивных систем залпового огня, артиллерии и бронетехники. Существует доказательство того, что готовятся к поставкам еще более мощные системы залпового огня. Россия обстреливает цели на территории Украины. Мы документально подтвердили это в выходные, и мы видели значительное увеличение контингента российских войск вдоль границы. Россия позиционирует их для так называемой гуманитарной или миротворческой интервенции в Украину. Ну и Европейский Союз вводит экономические санкции против России в связи с ситуацией в Украине. Вчера принятие новых ограничений по телефону одобрили европейские лидеры, и уже сегодня их рассмотрит Совет ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель даже готова прервать свой отпуск и присутствовать на саммите ЕС в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-секретарь немецкого правительства, передает Deutsche Welle. Санкции коснутся сферы финансовых услуг, военных поставок и техники двойного назначения, а также инновационных технологий для энергетического сектора. В Крым запретят и экспорт различного технологичного оборудования и инвестиций. Кроме того, будут расширены черные списки Евросоюза. Запретом на выдачу виз и замораживанием актива в Евросоюзе накажут олигархов, поддерживающих сепаратистов или получающих выгоду от украинского конфликта. Команда Международных судмедэкспертов сегодня предпринят третью попытку посетить место катастрофы малайзийского Боинга в Донецкой области. Около полусотни голландских и австралийских полицейских будут искать останки пассажиров, сбитого террористами лайнера. Вчера сорвалась очередная попытка попасть на место крушения Боинга. Всего на борту злополучного рейса MH17 находилось 298 человек. В Нидерланды самолетом доставлены 228 тел погибших. 717 человек похищены террористами с начала противостояния на востоке Украины. Судьба 375 до сих пор остается неизвестной, сообщается в докладе ООН по правам человека. Среди похищенных 22 депутата, 46 журналистов и более 200 представителей силовых ведомств. По данным мониторинговой миссии ООН, террористы используют в качестве живых щитов целые города и поселки. Жертвами боевых действий на востоке Украины уже стали как минимум 1129 человек. Еще 3442 получили ранения. Количество временных переселенцев из Донбасса превысило 100 тысяч человек. Стокгольмский арбитражный суд объединил в одно производство взаимные иски нафтогаза Украины и российского «Газпрома». Это кардинально ускорит начало рассмотрения дела, по сути, сообщил глава правления украинского холдинга Андрей Коболев. По его словам, сейчас назначаются арбитры, и эта процедура в ближайшее время будет завершена, и дело передадут на рассмотрение. Предварительное решение суда ожидается до зимы. Глава ведомства также отметил, что в сентябре уже сможет официально говорить о том, какой есть процесс. Однако сейчас он ограничен в раскрытии информации по иску. С сегодняшнего дня Россия запретила поставки из Украины овощных, фруктовых и рыбных консервов. Причина – якобы выявлены нарушения в маркировке и несоответствии энергетической ценности продуктов и содержания в них соли. Запрет украинских консервов является продолжением негласно-торговой войны, объявленной Москвой. Напомним, со вчерашнего дня Россия запретила импорт украинской молочной и растительной продукции. Еще раньше вне закона оказался наш картофель, свинина и кондитерская продукция компании «Рошен». Теперь же Роспотребнадзор грозится запретить поставки всех украинских сладостей с содержанием молока. Зерновые склады Украины заполнены на 20%. Там находится почти 7 миллионов тонн зерна и масличных культур, сообщает госсельхозинспекция. В портовых комплексах на сохранение почти полтора миллиона тонн. В ходе сбора урожая аграрии уже намолотили более 22 миллионов тонн зерна. Ну а далее на БТБ-анонс. Оставайтесь с нами, увидимся. Министерство обороны расскажет о медицинском обеспечении вооруженных сил и оказании медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения во время антитеррористической операции. Когда в Украине появится новая модель офиса по предоставлению административных услуг, расскажет министр юстиции Павел Петренко. Антоновцы представят первый фюзеляж нового транспортного самолета Ан-178. Десять представителей ОБСЕ сегодня прибудут в Ростов-на-Дону. Предполагается, что в среду сотрудники организации проведут техническое совещание с руководством Ростовской области, таможенной и пограничной служб. Заседание комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. На повестке дня обсуждение сбитого малазийского Боинга и эскалации кризиса в Украине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова